Рязань погрузилась в густой туман. На северной окружной дороге перевернулась иномарка. В лесопарке генеральная уборка. Что планируют сделать? Уехать далеко он не успел. Полицейские задержали 19-летнего угонщика. И революция от первого лица. Кто такой Михаил Воронков и как он связан с Рязанью? Город сегодня погрузился в густой туман. Видимость на дорогах ухудшилась до 200 метров. Инспектора ГИБДД призвали водителей быть предельно осторожными, воздерживаться от резких маневров в гололед, резких торможений и обгонов. Внимательнее стоит быть и пешеходом при переходе через дорогу. Риск попасть под колеса автомобиля в сильный туман возрастает в разы. Метеопредупреждения действуют до обеда завтрашнего дня. В Рязани задержали 19-летнего угонщика. В полицию обратился мужчина, который заявил об угоне автомобиля. Утром он заметил пропажу своего фургона, который накануне вечером припарковал у дома. В ходе осмотра двора сотрудник полиции увидел на соседней улице автомобиль, похожий на угнанный. Автоугонщика задержали рядом с местом преступления. Автомобиль двигался по дороге от полицейского. Пока автомашина не успела набрать скорость, оперативник догнал ее и преградил путь. Машина остановилась и полицейский задержал молодого человека, сидевшего за рулем. Выяснилось, что машину угнал 19-летний рязанец, проживающий в одном из соседних домов. Ночью молодой человек вскрыл первый попавшийся на глаза автомобиль, взломал замок зажигания и уехал. Я гулял, потом открыл дверь автомобиля, дернул ручку, она оказалась открытой. Сел, нашел ключи, вообще не автомобильные. Ну, вставил, они не полностью вставились, но провернулись, машина завелась. В итоге я постоял, немножко машина заведена была и уехал. Ранее злоумышленника неоднократно привлекали к уголовной ответственности о захищении велосипедов. Недавно суд назначил ему уголовное наказание условно. Теперь злоумышленника взяли под стражу, и следующее наказание будет значительно строже. В четверг утром на северной окружной дороге в Рязани перевернулась иномарка. Очевидцы выложили в интернет видео. На кадрах видно, что автомобиль лежит на дороге, опрокинутой на крышу. В пресс-службе ГИБДД по Рязанской области сообщили, что в аварии никто не пострадал. В Рязани строители выкопали минометный снаряд. Боеприпас обнаружили на стройплощадке на улице Пугачева. Ведомство о снаряде незамедлительно сообщили рабочие. На место выезжала инженерно-техническая группа ОМОН. Специалисты обследовали найденные предметы и установили, что перед ними 120-милитровая минометная мина, предположительно, Второй мировой войны, с крученными взрывателями. Корпус мины и взрыватель имеют следы сильной коррозии. Данная находка представляла опасность для окружающих, поэтому взрывотехники ОМОН, соблюдая необходимые меры предосторожности, транспортировали опасный предмет на полигон и уничтожили его накладным зарядом. А в Рязанском селе Заборье обнаружили целый склад боеприпасов. 68 реактивных гранат, 26 из которых были без взрывчатого вещества. Об этом сообщает сайт Росгвардия. Ведомство о находке рассказали местные жители. Боеприпасы были также уничтожены. Не исключено, что хранились они в лесном тайнике с лихих 90-х. В Рязани продолжают вспоминать события 100-летней давности – Октябрьскую революцию. Но, как известно, историю пишут победители. И, возможно, именно поэтому сегодня так сложно восстановить подлинные сведения о том, что случилось в годы революции на самом деле. Советские историки называли революцию народным восстанием против царизма. Более поздние историки – красным террором. Современные и вовсе спорят. Известно, что в Рязани установление советской власти прошло без вооруженных столкновений. Но как это было, сегодня известно немногим. Пролить свет на историческую действительность сегодня помогают дневниковые записи Михаила Воронкова – известного революционного деятеля, одного из немногих, кому удалось отразить события 1917-го и последующих лет. Они хранятся в Рязанском музее молодежного движения. Представляют собой абсолютную ценность. Это абсолютно уникальные документы, которые позволяют нам погрузиться в ту обстановку и 1917-го, и 1918-го, и 1920-го годов. Ведь мы себе очень стереотипно представляем вот эту эпоху революции, гражданской войны, голод, холд, разруха. Но внутри голода и холд и разруха было еще что-то. И вот это вот что-то как раз очень явно выступает из дневников Воронкова. Изучил эти дневники и издал отдельной книгой с подробными комментариями. Рязанский историк Александр Никитин. На исследование он потратил в общей сложности 19 лет. Больше того, оказалось, что эти дневники вообще открывают для нас Рязань в периоды революции и гражданской войны, так как их не видел ни один историк. Музей молодежного движения в Рязани обладает источником совершенно уникальным, потому что дневников большевистских руководителей этого периода не сохранилось вообще. Он единственный, вы понимаете? Михаил Воронков родился в селе Белоомут Рязанской губернии в 1893 году. Окончил Рязанскую учительскую семинарию и стал студентом Московского коммерческого института. Затем был призван на Первую мировую. Почти забытый ныне Воронков, между тем, был видным деятелем первых лет советской власти. Он участвовал в Октябрьской революции 1917 года в Петрограде. Был депутатом учредительного собрания и двух большевистских съездов. А затем был направлен в Рязань возглавлять Рязанские горы с полком. Ему на тот момент было 24 года. Человек, который устанавливал в Рязани советскую власть и потом был одним из ее руководителей на протяжении трех лет гражданской войны. Который был председателем Рязанского горосполкома, губосполкома, комиссаром просвещения, комиссаром продовольствия, военным, местных дел. Человек, который создал в Рязани педагогический институт, художественное училище, музыкальное училище, музей, театр. За какие-то буквально один-два года этот человек успел все это сделать. Уже в 1923 году Воронков полностью разочаровался в большевизме и вышел из партии. И это, безусловно, уберегло его в годы большого террора. Все свои планы, надежды, дела по переустройству жизни на новый лад, а также горькие и близкие к отчаянию размышления. Михаил Воронков доверял своим дневникам. К этому разочарованию он пришел не сразу, как вот понятно из его дневников. То есть человек, который пришел в революцию за идею, постепенно складывалась так ситуация, что те, кто делал революцию, остались не у дел. Возможно, именно поэтому свою книгу Александр Никитин назвал «Интеллигент и эпоха». Несмотря на компрометирующий характер дневников, Воронков не уничтожил записи даже в конце 30-х годов. Сегодня судьба этого человека смогла бы стать захватывающим сюжетом для настоящего исторического детектива. А экспозиция в Музее молодежного движения называется «Революция от первого лица». Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанские налоговики встретились с представителями общественности. На публичных слушаниях они открыто рассказали о своих методах работы и готовы были ответить на вопросы. Мероприятие прошло в регионе впервые в рамках федерального проекта «Реформа контроля надзорной деятельности в Российской Федерации». Отчет за 9 месяцев работы представили налоговые органы. Встреча прошла в формате круглого стола. Для дискуссии пригласили главных бухгалтеров, юристов, специалистов по налогообложению и индивидуальных предпринимателей. Вместе они пытались нащупать основные проблемы взаимодействия. Мероприятие в первую очередь именно направлено на обсуждение. То есть не предполагается, что будут вынесены какие-то радикальные решения. Мы нащупываем действительно те какие-то моменты, которые можно будет подкорректировать. И как вот здесь уже сейчас прозвучало, может быть представители общественных организаций также в свою очередь захотят внести какие-то предложения на рассмотрение уже, скажем так, нашего общественного совета. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Реформа контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации». Встречи стартовали по всей стране и станут регулярными раз в квартал. Темой для первой дискуссии выбрали рискоориентированный подход. Налоговые органы используют его около 10 лет. В Рязанской области наиболее рискованное строительство различной виды и акведы. Сдача наема собственного недержимого имущества, транспортные перевозки, производство мебели, и перепродажность сельхозпродукции, особенно зерна. Вот для примера строительства. У нас в Российской Федерации налоговая нагрузка равна в среднем по отрасли 12%, в Рязанской области 4%. Подобные цифры по налоговой нагрузке – один из звоночков для налоговиков для проведения выездной проверки. Всего таких критериев 12. К ним относится и начисление заработной платы. Если у организации миллиардные обороты, и у руководства и топ-менеджеров зарплата 8-10 тысяч рублей, и они ездят на дорогих машинах, имеют дорогостоящую недвижимость, то есть это отправная точка для того, чтобы мы занялись этим предприятием, провели анализ, потому что по логике, если заработная плата выплачивается в конвертах, значит организация обналичивает денежные средства. То есть тут арифметика достаточно простая. Еще один важный критерий – это использование в сделках фирм-однодневок. Если раньше налоговым органам приходилось делать многочисленные запросы на справки и документы, то с 2016 года они запустили новый ресурс – АСК НДС-2. Это так называемое дерево связи. То есть теперь нажатием одной кнопки, то есть мы забиваем ННН в наши информационные системы, получается вот такая картинка. И независимо от того, сколько, допустим, в цепочке звеньев, и где они находятся, там Дальний Восток, там Оренбург и так далее, тому подобное, то есть машина, она сама выявляет рисковые звенья. Вот если красным, то это однодневка. Таким образом, используя критерии, каждый предприниматель может проверить, насколько прозрачно для налоговых органов он ведет свою деятельность, а значит избежать лишнего внимания. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Бродячих собак в Рязани становится меньше. В городе работает Центр для бездомных животных. В нем содержится более 200 собак. Здесь их прививают, стерилизуют и стараются найти хозяина. О том, как развивается ситуация, связанная с безнадзорными животными в нашем городе, расскажет Анна Герцовская. Питбулли, ротвеллеры, доберманы, алабаи, карликовые собаки и различные метисы – это преданные друзья, любящие людей. У каждой собаки, которая находится на передержке в городской службе по контролю за безнадзорными животными – своя история. Когда-то они все бегали по улицам города. Однако неравнодушные жители Рязани и области в свое время подали заявки на вылов этих животных. В офис поступает заявка. Мы составляем маршрутные карты на следующий день и последующие дни. Уточняем время, когда бывают животные, смогут ли люди показать, потому что собаки не в коробке, они на месте не лежат, они перемещаются. Дальше ловцы выезжают, уже в бригаде два человека. У них есть ловчие сети, у них есть петли, есть ветеринарные препараты, такие седативные, есть наркоз. То есть, в зависимости по ситуации, ребята уже работают. То есть, они приезжают, если собака не идет к рукам, они уже наркозом пробуют ее ловить. В Рязани есть две передержки. Сначала животные проходят карантин, их лечат, а затем они уже попадают на эту вторую передержку, где дожидаются своих хозяев. Хотелось бы сказать, что здесь собак не усыпляют. Даже тех, которые серьезно больны, стараются вылечить, поставить даже на инвалидную коляску. Например, у этой овчарки сломан позвоночник. Ходить она не может, но уже полгода здесь она живет, питается, общается с другими собаками. И у нее даже есть инвалидная коляска, на которой она может гулять. Все собаки, которые находятся здесь, проходят процедуру стерилизации. Городская служба по контролю за безнадзорными животными сотрудничает с несколькими ветклиниками Рязани, где в определенные дни недели бесплатно проводятся процедуры выловленным бездомным животным. Насчет кастрации, как она благоприятна для дальнейшей жизни или нет, я считаю, что, конечно же, да. Потому что, во-первых, это исключает стресс у животного. В первую очередь, это половое стресс. А во-вторых, уже нет конфликтов с другими, своими сородичами по поводу противоположного пола. Поэтому я думаю, что кастрация только благоприятно способствует. Ну, а во-вторых, это на путь уменьшения количества безнадзорных животных. То есть, чтобы не плодились они. После стерилизации и необходимого лечения для каждой собаки открыто несколько возможностей. Дальше, если объявляется человек-опекун, то есть человек, который кормил этих собак, ухаживал за ними, и если нет жалоб на то, что собака была агрессивна, охраняла свою территорию, ее собаку может быть выпущена под договор опеки. Ей устанавливается желтая клипса, чип, она прививается от бешенства и выпускается обратно в среду обедания под ответственность человека уже. Агрессивных собак, которые хотят наброситься на человека, со временем могут усыпить. За остальными ухаживают днем и ночью, помогают юному потомству. Здесь есть совершенно замечательные щенки и настоящие сторожевые псы. В этой передержке можно найти себе не только настоящего друга, но и оказать поддержку этому предприятию. В данный момент сейчас в школах проходит акция по сбору необходимых медикаментов и лекарственных препаратов для всех этих собак. И каждый может помочь этим животным. В двух передержках содержится более 420 собак. Население Рязани составляет полмиллиона человек. И если некоторые из этих людей отреагируют и захотят завести себе верного друга, на улицах города, может быть, в скором времени вовсе не появятся бродячие собаки. Стоит сказать, что не за горами уже 2018 год. Год собаки. Вероятно, неспроста в мире так сильно почитают это животное. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Лучшие воспитатели страны приехали в Рязань. В городе стартовал финальный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года». За престижное звание борются педагоги из 75 регионов. Рязанскую область представляет воспитатель с 30-летним стажем Ирина Бурлакова. Чем она удивит жюри, знает Ирина Ковалева. Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года» включает в себя представление разработанных педагогами методик не только в теории, но и на практике. Конкурсное очное испытание «Педагогическое занятие с детьми Ирины Бурлаковой», представляющей Рязанский регион, прошло в детском саду номер 34. Именно его маленьким воспитанникам выдалась возможность совершить волшебное путешествие в песочный город. Там ребята смогли порисовать и на песке, и песком. С этим материалом воспитатель из Рязани работает уже шестой год. Региональный этап конкурса она выиграла именно с проектом «Волшебный песок». А на всероссийский этап Ирина Владимировна вышла с другим проектом. Развитие творчества и зрительно-пространственного воображения посредством комбинации песочной технологии и оптической визуализации. Звучит сложно, но по сути своей это использование акриловых зеркал в работе с детьми. Однако эта методика применима только для ребят старшего дошкольного возраста. А по результатам жеребьевки воспитателю из Рязани досталась средняя группа. Поэтому акцент она решила сделать только на работе с песком. Я считаю, что песок – это доступный природный материал детей. Это интересно, это увлекательно. Это развитие сенсорики, мелкой моторики. Это искусство, развитие творчества и воображения. Ирина Бурлакова работает воспитателем в детском саду «Гудочек» уже 30 лет. На этом конкурсе она хотела бы почерпнуть новую для себя информацию и поделиться опытом с коллегами. Хотя, как подчеркивает конкурсантка, главное в работе воспитателя все-таки не преподавательские методики и теоретические разработки, а любовь к детям. Для меня профессия воспитателя – это не работа, не профессия. Это моя жизнь. Это моя жизнь, это моя судьба. Образ жизни. Образ жизни, да. Поэтому я себя даже никогда не рассматривала вне этой профессии. Потому что еще в детском саду многие девчонки хотели быть или строгими учительницами, или добрыми воспитательницами. Ну, а моя мечта воплотилась в реальность. На проведение занятия педагогам было дано всего 20 минут. Сразу после окончания члены жюри, приехавшие в Рязань из разных регионов страны, переходили к следующему конкурсанту. Так что поделиться с нами впечатлениями они не смогли. Зато дети, по всей видимости, с первого взгляда влюбились в нового для них воспитателя. А это, пожалуй, лучший критерий оценки работы педагога. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанские коммунальщики приступили к большой уборке лесопарка. Большая часть работ проводится вручную. Обещают установить лавочки, обновить пешеходные дорожки, а также расчистить парк от излишней поросли и сухостоя. Одна из самых востребованных у горожан, желающих погулять или совершить пробежку, а также перспективная, с точки зрения развития туризма в нашем городе, площадка «Рязанский лесопарк». Сейчас здесь проводятся масштабные работы по благоустройству. Они начались на днях в рамках осеннего месячника по санитарной уборке городских территорий, который продлил на две недели руководитель администрации Рязани Сергей Карабасов по поручению главы региона Николая Любимова. Городские власти рассчитывают завершить их до конца этого года. Мы установили, что более четверти века масштабных работ по благоустройству здесь не было. В этой связи мы определили перечень работ. Он колоссален на самом деле. Очень много дикорастущих порослей старовозрастных, сухих деревьев, много валежника. Также парк избавится от дикорастущей порослей. Из него вывезут лишнюю листву и поднимут кроны деревьев. В работах задействовано более 10 единиц спецтехники, включая автовышки, грузовики и погрузчики. Привлечено около 300 человек. В связи с большим объемом работ муниципальные учреждения поддержат коммерческие предприятия и организации. Договоренность с ними, по словами Владимира Луканцова, уже достигнута. После того, как закончится санитарная очистка парка, на его территорию установят новые урны и скамейки. Очень довольны, что такое благоустройство будет, что все вырежут, что будет такая чистота и красота. Очень нравится. Мы очень довольны и спасибо тем, кто это организовал. Как и планировалось, в целом благоустройство общегородских и дворовых территорий близится к завершению. По предварительным итогам, которые подвели в администрации Рязани, в трех масштабных субботниках приняли участие 9 тысяч человек. Было вывезено более 4 тысяч тонн мусора и ликвидированы 43 несанкционированные свалки. Опавшая листва от уборки лесопарка пригодилась бы рязанскому дворнику. В сети появился видеоролик, на котором видно, как дворник заделывает выбоины в асфальте опавшей листвой. Было ли это частной инициативой мужчины или ему дали такое задание, остается неясным. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. Город62.тв Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Рязанским ипотечным фондом Россия и Рязанским ипотечным фондом. Играет музыка! Продолжение следует...